Параметры республиканской казны на ближайшие годы рассмотрели сегодня в первом чтении депутата Государственного Совета Чувашии. За спорами в денежном вопросе наблюдала Ольга Пырочкина. За практически полтора часа работы на очередной 25-й сессии Государственного Совета депутаты успели рассмотреть только один вопрос. Это бюджет на 2019, 2020 и 2021 годы. Решения, связанные с республиканской казной, депутаты быстро не принимают никогда. Денег всегда меньше, чем желаемых статей расходов. Если в цифрах, то бюджет в следующем году запланирован в объеме около 47,5 миллиардов рублей. На первом месте по расходам традиционно сфера образования – 13,5 миллиардов. На строительство объектов образования предлагается направить 1,180 миллионов. Из них 579 миллионов предусмотрено на завершение строительства 11 детских садиков. Один из этих детских садов строят в Заволжье. Чтобы там появился еще и газ, в бюджете заложили порядка 82 миллионов рублей. Также среди основных статей – здравоохранение, спорт, культура и туризм. То, что бюджет, как и прежде, социально ориентирован, не противоречит убеждениям ни одной партии. А вот по конкретным статьям начинаются расхождения во взглядах. И парламентская оппозиция уже по традиции голосует против принятия бюджета в представленном виде. В Вальковском районе, в городе Шумерле, в Ядринском районе Чуварской республики предусмотрено льготное питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях из многодетных семей с пятью и более детьми. Но мы все прекрасно знаем, что федеральным законодательством и республиканским законодательством определено, что многодетная семья – это трое и более детей. Я считаю, что в муниципалитетах не хватает достаточно денежных средств. Вы, если попробовать проехать из Новочебосадска до Чебоксар в утреннее-вечернее время, это просто невозможно. И мы не знаем, что дальнейшее будет, какая ситуация. В бюджете ничего про это не прописано, не указано. Очень много есть спорных моментов. На них на всех заострить внимание невозможно. Но, честно говоря, в одном месте миллион-два, в другом месте миллион-два. Особенно на проведение различных каких-то общественных, торжественных мероприятий можно урезать, чтобы в другом месте, где это требуют жители, там можно добавить. Ко второму чтению наши депутаты тоже направят некоторые свои поправки, замечания. И уже на основании принятых решений на следующей сессии будет окончательное заключение от фракции, будем мы поддерживать бюджет или нет. Оппозиция голосует против, потому что ищет в бюджете недостатки. Партия большинства голосует за, потому что смотрит на преимущества. То, что мне на сегодняшний день однозначно импонирует в бюджете следующего года, это то, что мы достаточно большое количество средств, а это порядка 67% от дорожного фонда, дорожный фонд у нас выше 4 миллиардов рублей, мы предусмотрим на дороге местного значения. Это то, о чем мы долго говорили, чтобы в селах наконец-то появились дороги с так называемым переходным покрытием. Сомнения, что необходимо было за этот бюджет, у меня просто-напросто не существует. Второе чтение проекту бюджета назначено на 27 ноября. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика.